Ни насилие, ни удел трусости. Оно всегда героизм. Махатма Ганди. Меня зовут Екатерина Землянова. Это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней встречи – ненасильственное общение. Как общаться с другим от сердца к сердцу, говорить о своих чувствах и потребностях. Обсудим с Николаем Кузнецовым, практиком и тренером ненасильственного общения. Привет, Николай! И начать я хочу с того, чтобы спросить у тебя, что же такое ненасильственное общение и как эта тема в твоей жизни появилась? Если определить именно лаконично, то это общение от сердца к сердцу. То есть общение, в котором мы пытаемся действительно понять другого человека, понять его потребности, увидеть за эмоциями эти потребности и уже за нами выбор, что с этим делать. В моей жизни это появилось с 2015 года, совершенно неожиданно, можно сказать. Мы были на тренинге для тренеров информального образования и у нас была задача в команде из четырех человек. Мы должны были подготовить какой-то отрывочек тренинга, который мы готовили. И ребята сделали введение в ненасильственное общение. И меня тема это зацепила. Это оказалось очень интересным, поскольку я работаю с людьми очень много, и с детьми в том числе. И стал копать, стал искать, находить, развиваться в этом направлении и стараюсь поменять. А что изменилось в твоей жизни, когда ты узнал про эту тему, накопал там всего? Что-то в видении мира изменилось или в видении общения? Ну, вообще, конечно, такой, как-то говорится, helicopter view, когда ты взлетаешь на вертолете и понимаешь, что, оказывается, можно общаться по-другому. Оказывается, есть некие инструменты, есть какие-то определенные паттерны, да, причем как позитивные, так и не очень позитивные. И если постараться не позитивно изменить, больше стараться именно понимать другого человека, видеть, ну, скажем так, иногда мы говорим не то, что хотим сказать. Вот, и часто за тем, что человек говорит, на самом деле скрывает совершенно другие слова, совершенно другие эмоции и потребности. И вот мне позволило это в какой-то момент начать думать о том, почему люди так говорят, что им в данный момент необходимо, что я могу для этого сделать и хочу ли я что-то для этого сделать. Потому что, ну, ресурс человеческий не бесконечен. И здесь совершенно, ну, четко нужно понимать и отдавать себе отчет в том, что, наверное, не для каждого человека ты готов это делать. Да, в идеале, пожалуй, наверное, ну, создатель этой системы, маршал Розенберг, он, наверное, подразумевал о том, что человек, который достигнет там, ну, условно, скажем, просветления, он сможет так общаться со всеми. Но это требует очень больших затрат, в том числе внимания. Ну, условно, когда мы начинаем водить, да, машину, сколько энергии отнимает у нас прочитать все знаки, понять и так далее. Но чем больше мы ездим, чем больше мы практикуем это, тем легче это становится. Давай поговорим про вот этот противоположный полюс, да, ненасильственного общения, про насилие в общении. Это же такая вещь достаточно тонкая. Мы, как бы, многие вещи даже не идентифицируем как насилие, хотя это есть. Можешь раскрыть, вот, насилие в общении, в чем оно может проявляться? Насильственное общение проявляется, сейчас я сделаю прям специальную ремарку, везде. И вот, собственно, первый пример насильственного общения, потому что я условно всех объединил в одну категорию, размазал ответственность между всеми и сказал, что каждый из нас этим занимается. Угу. То есть это не что-то, что мы делаем, как бы, есть активная агрессия, направленная на кого-то, да, есть пассивная агрессия, которую мы не осознаем. Точно так же и здесь, то есть есть пассивное насильственное общение. И складывается оно из многих факторов. Пожалуй, с первого начнем, это самое простое, это умение отличать факты от суждений. Угу. Потому что что-то, что мы воспринимаем как факт, мы, естественно, придаем этому какое-то оценочное суждение. Это не хорошо, не плохо, так есть просто. Это механизм, который помогал нам выжить, помогает нам принимать какие-то решения спонтанно. Да, ну, и это просто присутствует. Как бы нужно отдавать себе в этом отчет и задавать простой вопрос, а действительно ли то, что я думаю, я вижу, я вижу на самом деле. Угу. Простой пример. Мы видим, да, например, какую-то картину, выхваченную из контекста. Два человека стоят разговаривать с собой на повышенных тонах. Кто-то постарается уйти в сторону, потому что, ну, мало ли что, вдруг развивается какой-то конфликт, да. Ну, для кого-то это, может быть, там, сигналы вмешаться, что что-то происходит не так. Угу. Но на самом деле, опять-таки, все, что мы видим, это то, что два человека разговаривают на повышенных тонах. Угу. Это, опять-таки, не хорошо, не плохо. Возможно, у них там менталитет такой, да. Итальянцы. Может быть, они итальянцы, они машут руками там сильно, да, опять-таки. Ну, вот, возвращаясь к итальянцам, это еще один момент, да, это стереотипы, которые выходят у нас из суждений и фактов. Стереотипы – это тоже форма насилия? Да. В том числе. Поскольку она стереотипы, ну, что такое вообще стереотипы? Это попытка поместить человека в определенную коробочку с определенной бирочкой. Угу. И, соответственно, опять-таки, да, это механизм, который у нас зарождался достаточно долго, и это, ну, эволюционная штука. Угу. Без стереотипизации, наверное, мы бы не смогли выжить. Угу. Потому что если каждый раз, там, условно, представим, наши предки где-то в лесу сталкивались с медведем и задавали себе вопрос. Ммм, я вижу, на меня бежит медведь. Угу. Интересно, что этот медведь хочет от меня получить? А может быть, конкретно этот медведь, да, не хочет нанести мне никакого вреда. И пока мы об этом размышляем, медведь прибегает и прекрасно перекусывает белком и всем остальным прочим, да, вот в виде нескольких килограмм человеческого тела. Здесь как раз-таки стереотипы помогли нам выжить. То есть если я вижу опасность, да, и как бы мне что-то подсказывает, что, скорее всего, я видел там двух медведей, и, вероятнее всего, третий тоже будет довольно опасным. И стереотип работает таким образом, что я вижу нечто большое, шерстяное, которое бежит в мою сторону, и он мне подсказывает алгоритм каких-то действий. Вот. Но этот же сам алгоритм, то есть вот если мы уберем медведя, возьмем просто по моду, да, он действует в принципе в жизни, да. Ну, я часто на тренингах привожу, люблю препарировать себя, говорю, вот возьмите минутку, напишите все, что вы думаете обо мне. Ну, не в смысле про меня, как про личность, да, вот вы меня видите, мы особо не знакомы, там, первые пять минут, например, какого-то семинара, и, ну, чаще всего люди что пишут, как ты думаешь? Какой-то подозрительный, бородатый, татуированный мужик, возможно, что с ним не так, какой-то он опасный, опасный тип. Опасный, а еще что? Обычно, ну, глядя на меня, допустим, да, вот что можно предположить, чем я занимаюсь? Наверное, он лесоруб. Либо байкер. Байкер, точно. Роган-роль. То есть, часто я слышу, да, что, типа, ну, вы наверняка байкер, то есть, у вас есть там пару мотоциклов, вы на них ездите, я говорю, класс, здорово, все прекрасно, но секрет в том, что ни разу не сидел за рулем мотоцикла. Вот, поскольку есть стереотип, да, люди его считывают, и, как бы, вот есть определенные паттерны, которые за этим стоят. Вот, и когда я говорю, что я работаю с людьми, с детьми в лагере, все делают большие глаза, говорят, да, ну, как бы, такого быть не может, потому что, ну, как бы, есть представление другого человека, который должен работать с детьми. И здесь как-то немножко так разделяется все на две части, то есть, вот она, вот есть реальность, моя реальность, о которой люди меня знают, и есть их суждение. Вот, и, соответственно, если мы эти стереотипы будем применять к человеку, то есть, допустим, я не говорю, правы они, неправы, да, и ко мне подойдет пара человек, скажет, ну, что, какой у тебя мотоцикл, да, и они начнут общаться со мной именно исходя из своих представлений о том, что я представляю, да, из своих стереотипов. И тем самым они блокируют все остальные сферы общения для нас, то есть, они не пытаются узнать меня как личность, как человека, да, они думают, что они сделали верное суждение, и, соответственно, идет у нас дальше общение, исходя из этого. Стереотипы могут быть положительными, либо отрицательными, и, ну, ни одно, ни второе, но не является сильно хорошим с точки зрения именно общения. А, например, как положительный стереотип может помешать общению? Что это, например, такое может? Ну, например, да, есть в компании какой-то очень усердный, трудолюбивый человек. Он выполняет все планы, закрывает, у него там великолепные продажи или еще что-то. В целом положительный стереотип, да, трудящегося хорошо, там, работающего человека, приносящего пользу компании. Где-то в неформальном общении в основном люди начинают с ним общаться чисто исходя из вот этой профессиональной деятельности. Они не пытаются его узнать как какого-то другую личность. Они начинают разговаривать, вот, то есть, вот. О делах. Стильная сторона, да, и человек от этого устает. Вот это вот такой пример положительной стереотипизации, который в итоге, ну, для человека, наверное, будет в какой-то момент он станет для него несколько неприятным. Потому что он будет понимать, что меня видят только как хорошего работника, меня не ценят как личность, и никто не пытается узнать, о чем еще занимаюсь. Ну, то есть, получается, что даже позитивные оценки, там, ты молодец, ты хороший сотрудник, и вот оценки с плюсом, они тоже вредят коммуникации, правильно? Сами по себе оценки нет, но если мы будем выстраивать свое общение исходя из стереотипов, то они могут навредить. Навредить в каком смысле? Заблокировать остальные сферы. То есть, я, еще раз говорю, буду строить свое общение исходя из того, из положительного или отрицательного моего представления о человеке, не пытаясь его узнать, там, с разных сторон. Итак, обобщение, стереотипы, путание фактов интерпретаций, что еще, какое еще может быть насилие, о котором можно? Я приводил тоже пример, мы с него, в принципе, начали, это использование усилителей. В нашей речи довольно часто, я опять это использую, мы к этому прибегаем. Вечно ты опаздываешь, да, ты постоянно недоволен, и вот эти все вещи, они приводят к тому, что мы вроде как тоже над человека начинаем спускать нашу картину мира, скажем так. Потому что, ну, я не знаю ни одного человека, который постоянно опаздывает. Что здесь можно сделать для того, чтобы, в принципе, донести до человека свое неудовлетворение данной ситуации, да, при этом, при всем, не загнать его в рамки тогда, когда он захочет защищаться. Потому что это идет, как бы, ну, какая-никакая, но все равно атака. То есть, да, когда мы говорим, да, ты постоянно опаздываешь, человек говорит, да, ну, нет, вообще-то не постоянно. И вот здесь, опять-таки, интерпретация и факты, да, то есть, что я могу сделать для того, чтобы человек услышал меня и понял мою потребность за этим, да. Я скажу, слушай, мы с тобой назначали три встречи, на всех три встречи ты опаздывал. То есть, я говорю о том, что есть факт, у нас было три встречи назначены. И есть второй факт, что человек действительно задержался на какое-то время. Я не, там, не говорю о каких-то его других встречах или еще о чем-то, да. То есть, я не лезу в эту сферу. Я могу говорить только о том, что я вижу, о том, свидетелем чего я являлся, что я испытывал и какое влияние на меня это оказывает. Вот, и здесь мы подходим к очень интересному моменту тоже, к тому, как сделать, постараться перестроиться с ненасильственного общения, ну, вот отдавая отчет вот в этих себе вещах, постараться перейти на более, на уровень, когда мы сможем понимать друг друга и сделать так, чтобы человек нас услышал. Но для того, чтобы это сделать, нам необходимо изначально понять, ну, мы потихонечку подкрадываемся к другой ступени, это понимание своих потребностей и понимание, какие эмоции, эти потребности, если они не удовлетворены, какие эмоции они в нас вызывают. Через понимание себя мы уже можем прийти к пониманию другого человека. Но здесь необходимо именно постараться себя послушать, поискать какие-то моменты, что, ну, допустим, да, часто люди, ну, в целом у нас в основном набор потребностей плюс-минус одинаковый. Если мы даже будем говорить там о пирамиде масло, те наши потребности, они могут укладываться в определенную категорию. И понимание того, что, например, ну, когда человек голоден, ты как себя чувствуешь, когда ты голодная? Я вообще, у меня характер портится сильно, я начинаю быть склочной бабой. Это достаточно частое явление. Вот я, допустим, если я голодный, я спокойно себя чувствую, я не буду ни на кого срываться. Ну, то есть для меня чувство голода – это просто чувство голода. Я понимаю, что там подождать, где-то я потом поем, типа, все окей, все нормально, я постараюсь взять эту энергию в другом месте. Ну, то есть я попью воды, там, что-то произойдет. Но я знаю достаточно часто, что люди, когда становятся голодными, они становятся раздражительными. И здесь вот, если вдруг мы с тобой столкнулись, да, в какие-то моменты, у нас конфликт интересов, и при этом при всем ты испытываешь чувство голода, вот я такой хороший пондер, чтобы на меня сорвать, выплеснуть вот эту вот энергию, да, и вроде тебе станет полегче, раздражение ушло как-то, и прекрасно. Вот, если я не знаю ничего о ненасильственном общении и не подозреваю, что в тебе есть какая-то потребность, то, скорее всего, если ты на меня сорвешься, я сорвусь в ответ. Ну, то есть какого фига? Да, да, да. Я же тебе ничего плохого не сделал, я подошел, сказал, давай сделаем то-то, то-то, и ты на меня вдруг накричала. Для меня по непонятной причине. И если я понимаю, что, например, вероятно, в данной ситуации есть какая-то потребность, которая у тебя не закрыта, я ведь могу просто пропустить эти слова мимо, не принимать их на свой счет, сказать, окей, я вижу, ты раздражена, слушай, что тебе в данный момент нужно? Угу. То есть я сделал шаг к тому, чтобы, да, несмотря на то, что ты вроде как бы пришла со штыками, с шипами, да. Амортизировал. Да, я стараюсь амортизировать, то есть не принимать это на свой счет, и дальше выбор за мной, то есть что я хочу с этим сделать. Хочу ли я пойти к тебе навстречу, да, хочу ли я просто уйти, например, взять паузу, то есть чтобы ты решила свои потребности, допустим, мы потом с тобой это обсудим, поговорим, что-то с этим сделаем, и если, ну, я выбираю, это очень важный момент, потому что выбор за мной, если я выбираю продолжить с тобой общение именно на уровне ненасильственного общения, я скажу, Кать, слушай, ну, я вижу, ты чем-то расстроена, огорчена, что тебе нужно в данный момент, я могу что-то сделать для того, чтобы ты почувствовала себя лучше. Это как бы игра в теннис, да, то есть я тебе большой, хороший такой пушистый мяч посылаю, ты такая, блин, а что это я действительно на него сорвалась, ведь он же ничего плохого. Слушай, я голодная, говорю, давай поедим, потом продолжим общение, там, заниматься тем, чем мы занимаемся, ты такая, класс, ну, здорово, вроде как меня услышали, да, причем я, может быть, даже сама не осознавала, что ты голодная, ты такая, тык-тык, проанализировала, ты такая, о, действительно, мне надо сейчас поесть. Вот мой шаг определил наше дальнейшее общение, наше дальнейшее сотрудничество. Я мог сделать шаг назад и уйти, ну, то есть просто оставить тебя в твоем состоянии, решилась бы она или нет, это уже, ну, как бы не мои проблемы, грубо говоря, да, я вышел из скорта, мы не играем в данный момент, мы можем начать игру потом. То есть, там, заново расстановки и все такое прочее. Но мы потеряем время, скорее всего, да, я не знаю, решится ли твоя проблема, не решится, я могу тебя застать в другой момент, когда ты будешь, там, не выспавшаяся и голодная, например, да, то есть это, воу. Ну, и таким образом, то есть наше сотрудничество, наше общение может очень долго не происходить или происходить не так, как мы этого хотим. Вот, поэтому я бы сделал выбор, попробовать тебя услышать и за твоими эмоциями, может быть, даже тебе помочь выйти на понимание своих потребностей и, возможно, помочь что-то с этим сделать, если я, конечно, захочу это сделать. Наблюдение – это, ну, один из лучших впечатлений. То есть, если мы хотим именно попробовать встать на тропинку ненасильственного общения, то в первую очередь необходимо, ну, я советую, людям понаблюдать за собой. То есть, вот, как вы себя ведете в те или иные моменты. Потому что у нас все равно проявляются определенные паттерны. С невыполненными потребностями мы сталкиваемся достаточно часто и, позамечав, позаписывая за собой, допустим, если я голоден, то я такой-то. То есть, потребность есть. То есть, это можно вести дневник эмоций какой-то? Да. И, ну, это осознанность, это занимает достаточно много времени, но чем, ну, как бы, с практикой приходит опыт и понимание, то есть, и скорость в том числе. Чем больше у меня есть данных на себя, чем лучше я понимаю себя, тем мне проще распознать, что так, прежде чем-то я сейчас, какой-то грустный я загрустил, а почему я загрустил, почему мне не весело? Ну, то есть, я был нормальный, да? Наверное, мне чего-то не хватает. Чего? Я замерз. Или там, ой, я не выспавшийся, да, поэтому у меня нет энергии для того, чтобы это сделать. И через понимание вот своих потребностей, не выполненных за эмоциями, я могу, ну, начать действовать как-то такой, допустим, я же могу сделать тоже первый шаг, да, если я-то вдруг голоден, я, там, испытываю какую-то злость или раздражение, ты подходишь ко мне и говорю, слушай, Катя, я сейчас не в том состоянии, я немножко голодный, давай вот мы с тобой через полчасика, да? То есть, я сделал упреждающий шаг на то, чтобы не вылил на тебя какие-то вот эти вещи. Плюс это же еще парашют жирафа, да, взять паузу. Ну, ты подготовилась, хорошо. Я думаю, стоит сказать, да, есть замечательные, я думаю, две книги, которые необходимо прочитать людям, если вдруг они решат чуть больше узнать о ненасильственном общении. Ну, в первую очередь, это «Маршал Лозенберг» и «Ненасильственное общение». Небольшая книга, но ее можно перечитывать много и много-много раз, понимая о том, что, ну, каждый раз я даже для себя что-то новое нахожу. И одна из его учениц, «Когда жираф танцует с волком». Вот, там еще проще это все дело объяснено, там есть как раз про, кто такие жирафы, кто такие волки, как они в нас вместе существуют, что такое парашют жирафа. Мы сделаем такой клиффхэнгер здесь. Не будем раскрывать эту тему, хотя немножко это затронули. Как этим вообще всем пользоваться? И для понимания как раз-таки этих вещей, ну, вот о том, что такое ненасильственное общение, что такое насильственное общение, этих двух книг будет вполне достаточно. Для того, чтобы выйти, ну, на какой-то хороший такой бытовой или даже профессиональный уровень. Ну, профессиональный в плане того, чтобы это использовать не только дома, а и где-то в переговорах, в бизнес-среде. То есть это то, что работает, независимо от того, где ты это применяешь. У меня даже были случаи, когда, ну, мы не проговорили сейчас про «я-заявление», но когда на улице вдруг начинался конфликт, используя «я-заявление», мы просто этот конфликт оставили в стороне, и просто человек так на меня оставил, потому что он ожидал другой реакции. Можешь рассказать подробнее, то есть что это была за история? Ну, подвыкши человек, вот он, видимо, пытался найти какой-то конфликт, вот, и почему-то его выбор пал на меня. И вот, кстати, до ненасильственного общения я часто эти конфликты приветствовал и решал их другими способами. Ну, то есть ты этого хочешь, ты этого получишь. Удовлетворил потребность, с другой стороны. Да, да, с другой стороны, да. Но, опять-таки, возможно, я понимал, уже после этого я понимал, что, наверное, человек все-таки хочет не этого. И через «я-заявление» я ему сказал, «Слушай, дружище, когда ко мне подходит незнакомый человек в нетрезвом состоянии, честно говоря, я начинаю испытывать, ну, некоторое нехорошее ощущение внутри, да, и моя реакция может быть, ну, довольно жесткой в ответ на твои какие-то действия. Я бы, пожалуйста, хотел, чтобы ты сейчас этого не делал». Ну, она такая была довольно, не совсем стандартная форма, да, но я просто вместо того, чтобы ему подкинуть, он создавал костерок какой-то, который, ну, агрессией, да, вместо того, чтобы подкинуть туда еще дров со своей стороны, я просто так на него чуть-чуть подул и притушил его. И чел сказал такой, «А, ну, ладно». И мы разошлись. Что-то так можно было? Оказывается, можно было. Ну, работает не всегда и не со всеми, да, но… То есть, как мудрецы говорят, что самая лучшая битва та, которая не состоялась. Все верно, да. Ну, это была битва внутри меня, потому что, естественно, мое первое естественное желание было, что сказал, вот, а потом, ну, так, подожди, ну, как бы, вот, это же хороший момент для практики, да, ну, в крайнем случае не получится, ты всегда можешь вернуться к предыдущим паттернам. Вот. Попробовала, сработала, прекрасно, отлично все, и мы разошлись. И прям, ну, внутри было прекрасное ощущение того, что, блин, здорово, оказывается, конфликты можно и не обязательно нужно решать, вот именно силовым методом можно это сделать, просто попробовав услышать человека. Ну, или сделать, по крайней мере, в эту сторону шаг. Давай вернемся про чувства. Ты говорил, что исследуя свои чувства, можно понять свои потребности, да, ну, как-то их лучше услышать и научиться услышать потребности другого человека. А нужно ли эти чувства, что ты чувствуешь, презентовать, да, своему собеседнику, говорить о них, и если нужно, то как это корректно сделать? Нам почему-то кажется, что то, как мы говорим, оно будет интерпретировано так, как мы хотим. То есть то, что мы чувствуем через свои слова, я смогу, ну, то есть ты же умный человек, ты должен понять, что я чувствую. Вот, то есть я сказал, там, хлопнул кулаком по столу, да, и как бы вот ты должен услышать, что за этим стоит. Классный пример, когда, тоже мы на тренингах достаточно часто с ним работаем, когда, ну, условно, мужчина приезжает домой достаточно поздно вечером, да, открывается дверь, стоит его вторая половинка, и поскольку время позднее, да, она не знала о том, почему он пришел поздно, сразу с порога она накидывается такая, так, и где ты был? Руки в боке, да, ну, какой-то скандал. Что должен услышать опоздавший в данный момент? Только то, что она говорит. То есть у него какие-то есть свои эмоции, да, возможно, у него там сломался автомобиль, случились какие-то проблемы или еще что-то, еще что-то, он приходит домой, он хочет быть в состоянии покоя, спокойствия и безопасности. Вместо этого, открывая дверь, он видит… Претензии. Претензии и агрессию, то есть его потребность на безопасность, она как бы, все, до свидания. Нет, безопасности в ближайшее время… То есть скалка из-за спины торчит. Может быть, да, или сковород. То есть у них не произойдет вот этого общения от сердца к сердцу, да, потому что то, что он видит, это лишь эмоция. В данной ситуации можно развернуть, и действительно, если мы понимаем свои эмоции, и понимаем потребности, то человек по другую сторону конфликта, ну, в данном случае, да, мы без стереотип, но просто получилось так, что это женщина. Она бы могла сказать, что, слушай, дорогой, время позднее, я не знаю, что с тобой происходит, я не смогла тебе дозвониться. Я очень переживаю по этому поводу и чувствую себя очень неуютно, некомфортно. Не могу ли бы ты, пожалуйста, в следующий раз позаботиться о том, чтобы предупредить меня, во сколько ты вернешься. То есть то самое заявление, которое мы сказали чуть раньше, и оно строится как раз-таки на предыдущих принципах. Мы говорим о себе, поскольку я испытываю какие-то эмоции, и это факт. Я их испытываю, я их понимаю. Здесь никакого суждения нет. Я чувствую, что я испытываю страх, тревогу, гнев, еще что-то, еще что-то. Я понимаю, что во мне есть эта эмоция. Я презентую человеку факт, я испытываю эти эмоции. Далее другой факт, почему. И здесь у нас приходит опять-таки на помощь отделение суждений от фактов. Нужно стараться пройти через факт. Потому что ты не предупредил и пришел достаточно поздно. С этим нельзя спорить. То есть суждение будет, если вдруг она скажет, что ты непонятно где шарился, непонятно с кем, и вот ты вернулся. Не удосужившись меня предупредить. Не позаботившись о том. Может быть он и хотел, но не мог. Она этого не знает. Факт в том, что он пришел поздно или не в то время, в которое они договаривались. И не предупредил. И следующий момент – это просьба. Это просьба просто попросить человека. Это уже о наших потребностях. Мы можем еще сказать, почему для нас это важно. То есть мы понимаем потребности. Потому что для меня важно знать, что ты в безопасности, что я в безопасности, чтобы я там не переживала. Мы определили те самые причины, почему для меня это важно. И вот здесь я прошу человека что-то с этим сделать. Если человек хочет это сделать. Потому что, опять-таки, мы не можем заставить, чтобы этот инструмент не превращался в манипуляцию. Потому что, как я всегда говорю, есть топор. Это очень прекрасный инструмент. Кто-то им строит дома, кто-то старушек рубит. Топор не виноват. То же самое с ненасильственным общением. Понимание, чем дальше мы уходим в глубину. Понимание того, что мы можем использовать, например, я заявление для того, чтобы действительно выстроить. Хорошие отношения и помочь другому человеку услышать нас. Не выливать на него вот эти эмоции. Там где-то есть любовь и страх тебя потерять. Потребность безопасности. Но я не нашел. Вот тебе весь конфликт. Там разберешься сам, найдешь, не нужно, выкинешь. Никто не станет в этом разбираться. Поэтому я делаю шаг для того, чтобы помочь человеку услышать меня. И четвертый шаг уже самый такой последний. Мы тоже об этом говорили. Это постараться с другой стороны. То есть, когда мы прошли этот этап, когда я могу выразить свои эмоции, понять потребности, донести эти эмоции, потребности фактически до человека, постараться помочь ему меня услышать. Следующий шаг – это уже самостоятельно вот в этом во всем, что он на меня пытается вылить, разделить и найти, что вот, что тебе нужно. Хочу ли я с этим что-то сделать. Могу ли я с этим что-то сделать. И если да, да, то с этим что-то сделать. Вначале ты говорила о том, что у нас не на всех людей есть ресурсы. Понятно, что это контакты, общение – это дело такое ресурсы изнотратное. И один из частых запросов у людей, я думаю, что в сфере коммуникации, что очень трудно, допустим, людям говорить «нет», отказывать им в удовлетворении их потребностей. Есть ли какие-то знания ненасильственного общения, может ли помочь как-то отказать человеку, ну опять же, как-то сердечно, то есть не оставляя его с какой-то болью, с фрустрацией, как-то нежно? Да, естественно, можно отказать человеку, при этом при всем сделав так, чтобы он не чувствовал себя как бы брошенным, не чувствовал, что вы ему отказываете, потому что он плохой. Опять-таки это заявление о своих границах, заявление о том, что в данный момент я не обладаю необходимым настроением, ресурсами, может быть, даже желанием что-то с этим делать. И если вдруг мы где-то в будущем хотим это сделать, то сказать человеку, слушай, на данный момент я тебе не готов помочь каким-то образом. Это потому что, потому что, ну то есть это немножко такая развернутое я-заявление, вот потому что у меня, допустим, есть вот это или вот это. Но мы обязательно с тобой к этому вернемся попозже. Если я хочу решить этот вопрос, или, возможно, если не хочу, то я могу подсказать, где это может быть решено, либо ничего с этим не делать, просто, допустим, если это не мой человек, говорю, простите, пожалуйста, но нет. Ничего не имею против вас конкретно в данной ситуации, просто я не готов тратить свое время, ресурсы, так, ну в данный момент. По отказу, на самом деле, такая достаточно сложная штука, поскольку в целом у нас как-то в обществе, и я сейчас даже не говорю о культурном обществе, то есть мы можем взять любую среднестатистическую страну, приехать туда, и очень во многих странах на культурном уровне не принято говорить «нет». А где-то это, в принципе, даже запрещено. То есть там в Грузии, например, ну то есть ты, если незнакомец или знакомец, неважно, кто тебя о чем-то просит, ну тебе по этикету не можешь отказать. И часто людям приходится переступать через себя, через свои потребности делать это. И это создает очень такое… Напряжение. Напряжение внутреннее, которое потом выливается в другую. То есть если мы здесь получили напряжение, напряжение необходимо где-то снять. И получив напряжение там здесь, 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 я прихожу в безопасную среду, расслабляюсь, и все эти триггеры начинают срываться. И кто он получается? Ну самые близкие люди, как правило, они получают все, что где-то накопилось. Поэтому важно научиться говорить нет, действительно. И иногда это может быть, в принципе, просто понимать, что у меня есть право сказать нет. И у другого человека тоже есть такое право. Да, и у другого человека есть право, то есть не ожидать, что если я чего-то прошу, то для меня это должно быть сделано. Позволить себе говорить нет, точно так же, как позволить себе говорить да на какие-то вещи, это, ну, внутренне… Ну я думаю, мы чуть-чуть не об этом сейчас. Внутренние установки, внутренние границы и понимание этих границ и потребностей. А есть у тебя рекомендации по каким-то психологическим упражнениям, которые могли бы помочь наработать вот эти навыки, которые необходимы для ненасильственного обращения? Не знаю, там, например, мы не так уж много чувств знаем, ну просто как они называются, да, мы там радуюсь, грущу, жаль. И, собственно, все. Да, как, на 8, например, наработать язык. Что еще можно… Наблюдение, мы об этом говорили, то есть, да, эмоции, какие потребности, какие эмоции вызывают, наблюдение, попрактиковать «я» заявление. И опять-таки, чем чаще мы это делаем, тем легче это получается. Для всех, здесь я подчеркиваю, для всех может быть полезным. Следующее упражнение – это взять листочек, разделить его на две части и, в первую очередь, вспомнить какой-то конфликт, который у вас произошел между вами и каким-то человеком. Желательно прямо даже написать фразу, которую вам человек сказал в этот момент, которая вас очень сильно зацепила. Мы разделили листочек на две части, и вот здесь у нас есть, да, ну можно нарисовать такую табличку, как буква «Т». Здесь написать эмоции, потребности, подметить все таблички, эту табличку «Я». И снизу в такой же табличке написать про другого человека, с которым у вас случился конфликт. Только сначала мы пишем эмоции, а потом потребности. И прописать, какие у вас были потребности не удовлетворены в данной ситуации, какие эмоции они у вас вызвали. И сделать то же самое для другого человека. Предположить про его потребности. Да, ну мы видели эмоции, или мы думаем, мы видели какие-то определенные эмоции, и попробовать предположить, какие потребности за этим скрывались. Посмотреть, проанализировать и прийти к очень любопытным выводам. Какими я говорить не буду, потому что они могут быть разные. Но, как правило, они у людей достаточно сильно удивляют. Если бы представить, что большинство людей научились насильственному общению и стали его практиковать, как ты думаешь, как бы изменился мир в целом? Хороший вопрос. Фотографировать можно много, но жить бы стало точно легче друг с другом, друг с другом общаться внутри коллектива. И мне кажется, в мире бы было больше любви и меньше войны. Спасибо большое за беседу по этой одной из самых важных и актуальных на сегодняшний день тем. А следующая наша тема будет посвящена женским инициациям. Какие этапы проходит женская психика в процессе взросления и что запускает эти этапы? Обсудим. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!